Ну что, ребята, загрузились. Второй раз начинаю. По-моему, батарейка села. Вернее, кабель отключился. Короче, загрузились. 60 палет взяли. Там палеты не евростандартные, там пластика, специальные палеты. Везу их в Лидл, только не знаю, куда, в магазин или на склад. И выгрузка завтра в 6 утра. Вот. Поэтому еду сейчас на базу. База находится рядом, буквально сантиметром, 13 километров, вроде как. Так сказал Артем, по факту я не знаю. Но в любом случае, приеду на базу, начну складывать вещи в машину, переносить, чтобы меньше завтра этим заниматься. Остали только самое необходимое, и постельное белье. Вот. Ну, выгрузка нормальная такая, у них автоматизированная все. Интересно, рохля такая, сразу берет 4 палета этих стандартных. Так, ту-ту-ту-ту, короче, 60 зафигачит. Последнюю, предпоследнюю ставлю, которая справа борта, палетину. Съезжаю вниз, и такой один палет, бах, и упал. Ёхай, да я. Думаю, какие-то проблемы сейчас будут. Пошел, сказал, ну, он говорит, да, фигня. Машину приподними зад больше. Притащил две такие корзины, говорит, сюда складывал. Я сейчас сказал, говорит, да бросай просто, не надо складывать. Брат, перебросал целый палет. Ну, грубо говоря, половина нормального палета. Ну вот, загрузился. Там спереди рамы у меня стоят, но попросил что-нибудь закрепить. У меня есть этот самый, как его, перекладина. Поставил ее спереди. А мы, чтобы вперед не упали в палетку. Ну, а сзади он дал три палетины, и чтобы я их закрепил. Сзади, ну, сзади. Так что, вот так. Выехали. Написал, как обычно, отправился. Еду, короче, на базу. 370 километров до базы. Написано 4,45 ехать ночью. Ну, короче, где-то до 6 часов приехал. Я говорю, где-то в 6 я буду на базе, я надеюсь. Ой. Да, они выходят без головы. Это, блин, нарушение вчерашнего. Вот если бы я знал, чтобы я только знал. Ладно, я посмотрел по гуглу, да, нормальный вроде бы этот самый. Ну, блин, не работай. Нет, не работай. Если бы я там хоть заправился, там было место, где можно было встать по дороге. Я летел на вторую заправку. Думал, там вообще, туда бы не поехал. Там высота 3,80. И выехать нету возможности. Нормально. Заворачиваю, там машина стоит. Нет. И буду же ее вот таранить, правда. Пришлось задом и так в горку, блин. И вот земли там набрал меня на ступеньке. Когда будет. Как-то подковыривать, чтобы не было там земли. И шнявку обратно старую поставить. А так все в порядке. Ну, что еще? Погода, видите, да? Отвратительная. Можно по дороге, если такая погода будет. Улетит эта грязь. А может не улететь. Ну, ладно. Тихо с ней. Короче, ребята, едем дальше. Это последний рабочий день. Завтра последний. Кстати, написал им письмо, что они мне ответили или нет. Здесь интернета нет. Не, не ответили. Вот же ж, блин. Сами написали, чтобы я написал, чтобы они мне подтвердили. Аааа, интернета нет. Нет, вроде есть интернет. Чуть есть. Ну ладно, разберемся Все, ребята, погнали Все, ребята, погнали Пробка за пробкой Из пробки в пробку попадаю, ребята Уже, блин, показывает, что через час тридцать я буду на месте А через час тридцать девять у меня время закончится Придется, мы сейчас паузы делаем 45 минут Вот это пипец Еще одна пробка Мне бы до восьми приехать Чтобы в пять выехать И в шесть быть блин Ужас, блин Гребаная германия С этими пробками, блин Смотрю туда и офигеваю 110 километров Он показывает час пятьдесят семь Потому что он видит пробки Два часа Через 17 километров паркинг Надо идти на него Потом следующий через пятьдесят пять Я уже вспоминаю, как я восемнадцать километров за час Проезжаю Пиэндай, пиэндай, ремастер Вон, целый эшелон Одни пиэндай Да, одни пиэндай Да Чё, пиэндай Сколько я АПН земли выгреб из этого Просто жесть Даже не ожидал Там глина Получилось Я, честно говоря, ничего не нарушил У меня был вариант Либо, блин, сбивать эту машину Либо ехать через эту горку Ну, заезжать колесом А вот он, блин Он Который поставил машину Вот он нарушил Он поставил так машину Что другой выехать не может Но у меня все ходы записаны Если что Так, теперь едем Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду А, ну вот Меня пропускает сейчас Вольсваген Поэтому пойдем Чуть-чуть раньше И рыночка ушла Спасибо Спасибо, мы сказали Вольсвагену Ладно, 16 лет Надо идти на этот парк Ты тут не угадаешь Сейчас вот пойдешь Еще больше проб Простанет А не пойдешь Не доедешь До следующего 55 с километров до следующего Сколько там Сколько там Это пробка 55 с километров Дикостная Тактельно 26 километров Ну да Офигеть Тактельно будет пробка Вот даже Один с километров Что ли Или поехать дальше Как это называется Соблазн Там на Франкфурт Ходит машина Ой, не машина А полоса Она вот Кёль Кёльный аэропорт Тип-тип-тип Тяжелая неделя Это у меня выглядит Реально Тяжелая Четверг сегодня А ощущение, что Блин, я уже субботу работаю Сейчас посмотрю Психологический День завтрашний Последний Куда они мне захотят После Лидла Куда меня после Лидла Пошлют Это очень важно Одно дело Если пошлют Там куда-нибудь Загрузиться И на базу вернуться Сдать прицеп Другое дело Загрузят Куда-нибудь И пошлют Но Однозначно Не угадали они Не получится Так Коллега стоит Уже на паузе Там Вижу Блин, я не напал Подожди Он еще в траве стоит Или что-ли Или такой съезд Он придумал А нет Съезд Я уже испугался Нифига себе Думаю в траве Стал Вот как хорошие кармашки Нужно и ночь Постоянки Да? Да Там написано Время 2 часа 100 км в час А здесь Написано Ничего не написано Да Такой нормальный Кармашик Итальянский вариант Сейчас Очерепной поток Вливается В нашу полосу Это будет Торможение Главное Пропускать Машины Стараться Вот там В самом-самом Конце Если ты не хочешь Торможения Но бывает Приходится Потому что Залазит Залазит Раньше времени Не, у чего Лезет Тойота Ну что Трудно Дальше проехать Турик Турик Разберем 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 Всех пропускать Всех К вами Раз, два, три, четыре, пять Пять машин пропустил Пять Более Шесть Семь И вот Стоило тебе Раньше Времени Залазить Куда не надо А, нет Смотри Уже не пропускает Понял свою Блин Нет Одну пропустил Шесть машин Вот шесть машин Он пропустил Переди себя А зачем Ну, нравится Значит Я понимаю Он зашел Посюда И потом Сразу В левую Полосу Да Нам быстрее Движется По ходу А так Смысл Так Тринадцать километров До парка Ну, как вспомню Сегодня, ребята Как я ехал на заправку Сто метров Каждый считал Кстати Топливо У меня Уже меньше У полбака Прямо Потому что Одну сторону Только Заправил Сломался Что-ли Колесо Стоит Неправильно Это Стоит Нездоровую машину Ну, да Точно Колесо Переднее Влевое И подвезло Коллег Погнали И вот когда ты Разгоняешься Разгоняешься Да И думаешь А может Ну, его нафиг Этот парк Давай на следующий Пойдем Вот тогда Обычно Вот у меня И ловишь Такой кайф Что-то Просто На час Одиннадцать километров Слабо Поэтому Нет Два парка Одиннадцать километров Пятьдесят километров Мы идем Которые Через одиннадцать километров Проходил Знаю Лучше иметь запас По времени Более того Можно встать И подождать Где-нибудь Там В уголке Может быть Через пару минут Коллега уедет Освободится Нормальное место А когда ты уже Будешь там Стоять Мне тоже Можно подождать Туда До туда Надо еще Доехать Потому что Он мне показывает Час Бои сто километров Ехать Час тридцать Он мне показывает А пятьдесят километров Это значит Сколько Сорок пять минут Времени может Не хватить Это вот в данной ситуации В данной ситуации А этот мне показывает Час пятьдесят Вот Местный Местный Навигатор Он просчитывает Все эти пробки Час пятьдесят Сто четыре километра Нормально так А это уже Пятьдесят пять минут На данный момент Поэтому Не, ребят Идем на парк Сейчас Девять Шесть километров Посталось Да, хотел К шести Приехать Ага Тихо Надо На восьми Приехать Как Михалыч говорит Кровь из носа Ну от нас Это не зависит Вообще От меня Ничего не зависит А, кстати Мне По вождению Три часа Тридцать минут ехать И Три пятьдесят Девять Работать То есть Если я приеду Сорок пять минут Три часа Мне можно будет Только ехать Я надеюсь За эти три часа Я наверное Добавлю Это будет Смешно Уже Вообще Так Ну восемь А четыре Восемь А четыре Восемь Телем На четыре Получается Два Два места Свободных Вот я не помню По Германии Нужно ехать Не, ну еду С шестьдесят Имею Вообще Без фак Для грузовикам Я, блин, выключаю Ближний свет Все равно Гарит ошибка А, ну она может Гарит вообще Потому что Система Проверяется Суть Я могу ехать Только на габаритах Не привлекать Внимание До пары До времени Но в сумерках Уже надо Отключать Либо Грозовиков Обязательно Должны быть Грозовиков Должны быть Только габариты Кто там знает Темецкие правила Подскажите Кстати Интересно Они вообще Планируют вопрос Лампочками решить Или как На ось Они По барабану Вообще Я доложил Если меня Знает полиция Я просто скажу Офис не дает Поменять И все Страф на офис Выписывается Конечно Если у них там Нет такой фигни Что водитель Должен Остановить Т.д. и т.п. Сегодня-то я еду В светлое время В дня В целый день А не только Там Путин В целый день В светлое время В 7.30 Стартанул 7.40 5.3 Забисло Это расстояние А нет Даже 11 Главное Чтобы это не был Автоход Даже автоход Я заеду Ну я Не шел Нет Это и бывает В ходе дороги Если съезжать Лень Даже съезжать Надо в сторону Знаете Вот здесь Можно оставить Сюда Ребятку Постоять Ну я имею в виду Паузу На трассе По-моему Он больше Как стоит От двух часов Два часа Ты уже стоишь Он уже Он и приехал И спросите Что случилось? Что случилось? Что случилось? Почему же ты? Что там? Мне показывают Вроде на дороге Один радар А нет Я не вижу Ого Ребята Ну 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 Смотрите Прислали мне Дортмунд Загрузка И выгрузка 13 числа Восемь утра Это уже ваши проблемы Значит я приеду на базу И я цеплю прицеп Клоуны Реально клоуны Просто интересно Посмотреть Как далеко А я сейчас проверю На паркинге Как далеко Он находится И скажу вам Своё мнение Так Полтора километра Оо Самолёт Где там? Паркинг И вижу Оо Вижу На На Карте Ну Норма Там Рядом Там У меня 50 километров А может быть Тот кто Сядет На мою машину Поедет Я знаю В понедельник Старканет Сколько? Восемь утра Будем Всех узнать Посмотрим Как далеко Вот просто Приинтересно Глянуть Хочу Что тут 500 метров Оставалось Надеюсь Еще не полный Паркинг Хотя 16.50 Знаете Уже Народа Может быть Там не менее Я уже вижу Блин Ни фига Ни фига Ты себе И на паузу Не встань Да Смотрите Где стоят Машины Ну что Нормально Что Ли Там не встанешь Тут не встанешь Где встать А ну вон там Можно встанешь Даже вот здесь Стоять Ну что это Такое Блин Да Фиг там Станешь Вот это Блин Засада Засада Ребята Блин Остановиться Где-то Блин На трассе Ну его нафиг То о чем Я вам говорю Блин Не разделилось 8 на 2 Как видите Да Пипец Называется Пойдем 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 В право Обер Хаус Дюна Дюссельдор Не Будет Карман Станут Кармани Даже Без Задней Дюсс 400 метров Направо Нет там бабочек Просто Направо И все Надо мне Этот один Навигатор Настроить Не надо Переключаться Мне вот Этот план Оставим Общий план Чтоб я видел Куда надо ехать 37 61 61 Просто я думаю Что и там На этих Заправке Опять не будет Вместо Может быть Заправка Будет Выскочить Паркин Которого Нету Здесь Еще Видите Уже Продка Самый Ближайший Карман Будет Там Устан Можно Вообще Вон Встать Так Как стоят Частенько Наши Поколения Просто В стороне Встал И все Ладно Минут 30 Еще поедем Если кармана Не будем Будем Так Становиться На обочине Так Ну что Сейчас Вводим Планировщик Тортмунд Адрес Тортмунд Перейти К городу Блин Адрес Тортмунд Выбрать Пункт Значения Рассчитать Маршрут Значит 92 километра Нам осталось И 122 Но это Вот видите 30 километров И потом Потом Адрес 91 91 Я даже ничего Писать Не буду Оба на 530 километров Вот так 400 километров Нормалек Нормалек Вообще Даже Ничего не скажу Когда приеду На базу Скажу Приехал На базу Отцепляться Или не Отцепляться И все Вот реально Буду молчать Клоуны Блин Вот реально Вот реально Клоуны По сути Они должны Мне сказать Что я Загружу И кому-то Должен отдать Прицеп Сюда Сюда ничего не пришло Что он типа Вышел Заганя Окей Верегут Сейчас пошлю Я ему повторю Напоминаю Что купил билет На паром 11 5 тысяч Мне нужно Быть на базе А ждем Разбирайтесь Смотрим Что сейчас будет Я балдею Вообще А куда это В какую сторону Там Надо везти Опять вниз Опять туда же В сторону Мюнхена Дидиоты Дидиоты, вот сказать Ладно, ребята, едем Ну что ж, видите, как все ожидаемо 56 минут мне ехать До того паркинга заправки Я говорю 31 километр Который был 56 Ну вот Пробка Мама не горюй Ну я так особо сильно не переживаю Главное, чтобы в центре города не встать И так встану на обочине и буду стоять Пофигу мне Как коллеги делают Потому что это Ну то есть я, в принципе, это все ожидал Когда просто будет Уже так реально, знаете, подгадать время Что уже дальше некуда И Есть пробка Ну Я просто надеюсь В 8 километров и 9 Я выскочу на бан У меня не рабочее время заканчивается А вождение Если что, подскочу Стану там на аварийках Перед Где-нибудь Заправкой Главное, вот сказать, проскочить этих 8 километров 9 8,6 А диспетчер ответил мне Палец кверху Типа Все зашибись Ну, посмотрим Чувствую, завтра будет цирк Ой, чувствую, завтра будет цирк В лучшем случае Приеду завтра в Дортмунд Загружусь И спрошу, что дальше А в худшем вообще просто на бан Не, ну надо так и сделать В Дортмунде Задать вопрос Что дальше И посмотреть, что ответит Пу-пу-пу Мюлхейн Вот, видите, коллега стоит Очень хорошо стоит, кстати Я вот думаю, может быть В следующем таком кармане Мне уже и встать Пока светло Чтобы потом выезжать При светлой погоде Просто стоит Просто без завареек Вот так должно стоять Правильно Ладно, это светлое А вот когда вечер Он уже сейчас поедет А вот когда вечер Трафик Тогда это нехорошо Да, на время Посматривать Сейчас будет стартовать Наверное, последние минутки Остались Дафиг 53 минуты Остается 30 километров Да Ладно В следующий карман Залезаем И остановимся Не буду тянуть Я время Как-то, блин 500 метров 500 метров 3 минуты Километр 10 минут Еще не доедем До этого Даже по времени Допадем Или опять Сейчас будет О, поехали Едем дальше Потом Опа И встали Никуда не едем Надо вот здесь Становиться Если остановиться Вот эти места Как тут, по-моему Что-то должно быть Мне так кажется Нету кармана здесь Показывается Это свитофоры Красные Он минуту горит Зеленый Какой минуты Секунды Горит зеленый Потом раз Уже красный Раз 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 Такой интересный Чтобы пробка не создавалась На въезде Бременной такой Короткий 7,7 километров До выезда Здесь надо становиться Профукал Надо было там Ставиться Честно говоря Здесь как-то уже узковато А вот там было Хорошо Ладно Ловим еще раз Момент такой же По-немецки Кстати Выгрузка Энт Ладен А погрузка Биладен Так Продолжение следует Ну что там Не вижу пока Надо Надо Не А я уже Блин Совсем Приживаю Что я не скачу Надо на следующий Строу Такой Заряжать И остановиться И все И даже Когда следующий Блин На следующий А не Вот там будет Светофор есть Вот там Следующий Будет Метров Наверное 500 Хотя Не знаю А не Это не на эту Дорогу Заезд Немножко Иначе Заезд Будем Становиться Будет Только Найти 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 Здорово Будет Еще и Сегодня Сейчас Нарушил Вождение 84 Километра До дома До базы Нифига Не видно Или заезжать В дорогу Смотрите По-моему У меня не зря По-моему Это съездная По поворотчику Так похоже Как будто На Заезжаем Посмотрим Как только Сейчас будет Расширение Сразу Будем Заходить На посадку А вот А вот Там Дальше Да Дальше Есть Это Нет А вот Дальше Есть После Следующего Расширения Будет Расширение Я надеюсь Потому что Там Заезжает Машина А там По-моему Даже И съезд Да Там И съезд Отлично Там И станем Что-то 47 минут И 28 Километров Нереально Ну, конечно, на нормальной дороге это без проблем, а в данном случае это так, когда близко там не подъезжать к этой фуре и посматривать, где там подсвернуть. Обычно там за заездом эта штука торчит, она такая широкая. Надеюсь, там никто не стоит там, потому что здесь на островок можно заехать. Ну-ка, это узкий здесь островок. Еду молчу, потому что думаю. Видел новый знак какой-то в Германии и появился в пице зеленой волны. Оказывается, этот знак разрешает пересекать дорогу на красный свет. Такой круглый знак и волна зеленая. Но при этом надо понимать о последствиях, вот так. Немцам интересно вообще. Ты можешь гнать с любой скоростью на автобане на некоторых участках, но помните, если что-то случилось, то ты виноват по умолчанию. И вот уже с красным, с этим самым. Прикиньте, стоит скорость, например, кругляшок, кружок и зеленая волна. Оказывается, ты можешь ехать на красный свет, но ты берешь все последствия на себя. Так, ну что, вот сейчас вот должна быть, где-то должна быть. Или этот пойдет туда. Вот там за полосу разгона где-то должна быть такая фишка. Да, вот она есть. Такая поширше, по-моему, да? Или я ошибаюсь? Блин. Нифига, она не широкая, узкая здесь. Блин, там была такая широкая, хорошая. А здесь фиговая, блин. Или будет впереди еще. Ёхайды. Там такая хорошая, широкая была. Два раза. Это не везет, что ли? Фига, блин, узкий вообще. Можно, конечно, встать, но она очень узкая. А, вот, есть. Ру-лю-лю-лю. Дву-лю-лю-лю. Дву-лю-лю-лю. Вон у меня не идет. Ну, я бы не сказал, что какая-то очень широкая, но хоть так завернем пробину. И будем стоять, ребята. Итак, ребятки, поставил я паузочку 45 минут, как я говорил, на обочине. И вот, кстати, поширшая обочина была здесь, на мосту. Мы привыкли, по нашим правилам, на мостах нельзя стоять. А у них, кстати, и на мостах, и под мостами можно стоять. И даже ночевать. Ну, вот засекем, смотрите, 26 километров до того паркинга, в котором я говорил. И мы поехали. Блин, чуть не сорвал паузу, оставалось 2 минуты. Не, минута оставалась, решил поставить на молоточки. Хорошо, вовремя, блин, сбросил молотки. Быстренько. Типа, хоп, молотки, потом дын-дын-дын-дын на стульчик. Кто бы получил бы, блин, еще надо было бы 45 минут стоять. Ну, вообще, супер. Ну, вот, сейчас посмотрим, сколько мы поедем до этого паркинга. Напомню, 41 минута у меня оставалась. Но сейчас хоть уже меньше трафик стал, я вам скажу. Пробка уменьшилась. Как бы, когда я остановился, она еле шла. Сейчас хоть как-то движется более-менее. Ну, а по машинам, вот я вот выезжаю. Нет, без всяких там обид, но... Первая, вторая, третья, четвертая. Пятая машина мне дала дорогу. Вот сзади меня идет манжелтый. Спасибо ему. Это к тому, что... Об уважении водителей друг к другу. Я, например, в таких случаях сразу, я еще даже заранее, блин, останавливаюсь и пропускаю. А не пытаюсь проехать там. Ну, да, бывает, конечно, время, но все равно, поверьте мне, одна машина не влияет все-таки. Одна машина это... Ну, как вы думаете, сколько? Что такое было? Яма, что ли, какая-то? Одна машина это, по-вашему, сколько секунд? Вы потеряете. Ну, четыре, пять. Ну, проявлять уважение нужно. Я же не вливаюсь в поток, ладно, там. А я пытаюсь отойти от... Что такое? Выйти, как бы сказать, из этого... С паузы. Да, вот еще один стоит, тоже на таком же месте, как я стоял. Но здесь такой какой-то карманы какие-то, не такие карманы. Вот я, кстати, стоял не на варейках, я стоял все-таки на правом поворотнике. Ну, наверное, правильно, потому что полицейские проезжали два, ничего не сказали. Ну, вот здесь у него хорошее место, широкое. Можно же выйти из машины. У меня, например, там было похуже место, я не мог выйти. Поэтому человек отдыхает, газетку читает. Все правильно, все как положено. Четыре минуты едем, двадцать пять километров. Ну, хорошо, вот когда вот есть вот эти карманы, возможности, кстати. Потому что вот здесь уже узковато становится, достаточно опасно. И, конечно, хорошо, когда светло. Когда темно, уже тогда не совсем доброе это все. До поворота три-три километра до съезда. Арви тоже идет на базу. Кстати, Артем мне написал, что после загрузки завтра прицеп надо привезти на базу и отцепиться. Ну, а дальше пока ничего. Может быть, куда-то еще пошлют на загрузку. Витте. Мой любимый Витте. Если я буду в Витте не грузиться, то надо просто демни закидывать на ящики, отъезжать и потом крепиться. Иначе, блин, опять погонятся рампы и, блин, можно намотать. А может, что-то повезу разгружать. Фиг его знает. А так, да, у меня в планах было, с Артем не ответил бы ничего, поехал бы в Дортмунд, загрузился бы, я туда написал, что дальше. Кстати, по-моему, никакого отослал им письмо по поводу того, что я не вернусь. Образец, который мне прислал Артем. Да, так и ничего не прислали мне. Ответа нет. Уж в спаме? Посмотрим, что в спаме. Ну, как обычно, 1500 евро я получу. Какие-то регистрации, какие-то дорицы, бам. Забери 2000 евро. Ну, короче, как обычно, фигня всякая. Забери 500 тысяч евро. Ну, нормально, да? Надо будет забрать. Просто некогда. Так, что у нас там? Все, едем и едем. 24 километра осталось. Едем уже 7 минут. Запах какой-то горявый резины, что ли. Непонятный. Нехороший такой запах. Ладно, ребята. А, ну да, едем. Я скажу, сколько пройдет времени, пока я до этого до паркинг-плейса доеду. До которого 24 километра. Еду я уже 8 минут. Было 26, по-моему, да? Ну, вот на горизонте уже Выбитска, этого паркинга, куда я хотел заехать. Ну, была надежда вторым приехать. Потому что следующий после него через 15 километров. Ну, вот, 5 километров осталось до него. Мы вышли, повернули направо. Идем на... В сторону базы, грубо говоря. А, в сторону Дортмунда. Вот. И еду я с момента... С момента, с момента паузы, да? Уже 33 минуты. Это учесть то, что пробка, да? Уже, как бы, имела движение. А до этого она очень-очень медленно ехала. Ну, Вы видели, как я ехал. То есть, у меня осталась 41 минута. Доехать до паузы 45-минутной. Вот, ребята. Сейчас я уже еду 33 минуты. Ну, еще 5 километров. Да, меньше. 4,8 показывает. Это, наверное, еще пару минут. Будет у меня 35 и 6 минут. То есть, 5 минут у меня оставалось безопасно. Сейчас проезжал 2, 3, 4, 5 машин стояло на обочине. Вот на такой обочине. Достаточно узкой. То есть, ребята тоже, видимо, не доехали. Так и я мог не доехать. Ну, в принципе, можно здесь было встать. Вот, что еще за это время случилось? Остается мне работать 1,53. Блин, ну, мне как бы надо к 8-ми приехать. Что-то как-то долго показывает мне ехать. Что-то понять не могу. 58 километров больше часа. Это очень странно. Что-то, походу, что-то не то. А, ну, этот у меня повезет, конечно, как обычно, кругами. Но мы поедем немножко по-другому. Идем заранее. Там я уже дорогу немножко знаю, запомнил. С одной стороны, это хорошо заехать. С другой стороны. Вот я, наверное, сейчас с плохой стороны буду ехать. Хотя, нет, нет, я сейчас с хорошей стороны буду ехать. Да. Вот. Завтра последний день рабочий. С лампочками так вопрос никто не решает. Вообще такие интересные. Просто я вообще прелесть. Ну, и флаг им грубочка. Главное, доехать до БАСа сейчас. А завтра уже... Я не собираюсь никакого-то тормошить. Если бы я работал бы, я бы сказал, блин, ставьте лампочки мне. Тогда поеду. Надоело. Что за бардак? Ну, вот видите, вот тут стоят ребята. Потому что, наверное, на паркинге уже мест нет. Тоже не доехали. Раз, два, три машины стоят. Видите, как хорошо. Можем постоять. Но это не на ночь, конечно. Это на 45-ке. На ночь может полиция докопаться. Хотя тут широко... Могут и не докопаться. Но что делается? Время заканчивается. Что мне делать? Куда мне ехать? На таких местах можно останавливаться, я считаю. Ну вот, 750 метров, ребята, 37 минут. 37 минут даже, блин. А было 41 минут. Ну, конечно, я бы не доехал до парка. Я бы даже до этого места не доехал. А этот паркинг... Можно и не заезжать. Я уже знаю время. Тем более... После четырех уже, блин, трудно найти время. То есть, что ты тут найдешь? Вот сейчас, посмотрите, какой будет беспредел. Как-то странный такой вот паркинг. Я вообще не понимаю. Вот даже машина легковая не может проехать. Ты в него как нырнешь? Минимум мест нет. Максимум ты еще будешь пытаться выезжать. Столько времени потратить, что просто жесть. Так что, сколько прошло? 38 минут. Ну, нормально. Как я и говорил. То есть, все сделал я правильно. Чего и вам желаю и советую в таких ситуациях. Пробкам не надо верить. О, поехала. Сейчас успеет. Нифига. Она как поехала, так она и встала. Ну, что ж, ладно, едем на базу. Марви должен приехать туда. Не знаю, может быть, гонять в магазин, котлика купить. Я бы котлика, вот эти пакетики, чтобы пять купить. Или упаковочку. Чтобы завтра выпить с утра. И на пароме выпить. Надеюсь, погода будет на пароме нормальная. А то что-то как в стороне, блин. Не нравится, когда штормит, блин. Ничего не хочется делать. Такая вялость. Отмых уже от моря. И обязательно от головы надо взять таблетку. Чтобы голова не болела. Это не морская болезнь. У меня морской болезни не бывает. Хотя уже отвык. Сколько я уже, блин, в моря не хожу. Ехать, блин. 15 лет почти. Ну, все, едем на базу. Итак, ребята. Я на базе. В шесть часов завтра надо начать выгрузку. У меня, блин. Но. В шесть. Пятьдесят шесть я могу только открыть смену. У меня же девяток нету. У меня только одиннадцатичасовые. Поэтому написал диспетчеру. Только завтра в шесть. Пятьдесят шесть я могу стартануть. Я закончил в девятнадцать. Пятьдесят шесть. Вот. Получил маленькое изменение в задание. Еду, выгружаю Лидл. Оттуда возвращаюсь на базу. Беру прицеп. Везу его в Виттон. Выгружаюсь там. И оттуда еду в Дортмунд. Грузиться. И обратно на базу. Ну, а так, блин. Пробки, конечно, это ужас. Ужас ужасный. Ладно. Сейчас я приехал на базу. Пойду до машины дойду. Начну кое-какие вещи собирать. Раскладывать. Чтобы завтра уже меньше времени это заняло. Надо какой-нибудь супец сварить. Вообще надо поужинать тоже. Хладильник у меня пустой. Осталось две консервы. И хлеб. А, и суп. Вот суп сегодня сварю. Чтобы завтра похлебать. Ну, на этом все. Предпоследний день завершен. Как бы. Остальное завтра, ребята. Как-то так. Ну, все, ладненько. Удачи всем. Всем добра. Как обычно, берегите себя. Своих родных и близких. И все будет... Чики-пуки. Пока.